привет друзья с вами варчик в этом видео посмотрим мой 25 колобанов который я недавно получил играл я в этом бою на скорпионе как вы видите это американская премиумная пт 7 уровня карта у нас тихий берег и в начале боя я еду на левый фланг здесь на этой карте два основных направления лево право в принципе все очевидно налево любят ездить танчики которые играют чисто от башни поскольку там кроме холмика ничего нет с правой стороны ездят птшки по кемперить и тяжелые танчики попадаться лоб в лоб так начале боя поехал налево что-то как-то враги слева мне показалось не будут на фланге играть поэтому я начал подъезжать ближе чтобы пострелять по врагам который будет светиться поскольку лтшка упоролась которая уже благополучно успела сдохнуть за одну минуту это у них челлендж такой каждый бой но надо успеть слиться за одну минуту также у нас еще т.ч.3 упал в яму и я решил что враги будут светиться поэтому надо их подстреливать и чтобы круг отрисовки доставал я подъехал поближе за кустиком постоял по кемперил нанес не сильно много но хоть что-то все же враги приехали на левый фланг и я немножко откатился назад в такие вот кусты навалил тут кучу деревьев это стандартная позиция сюда могут и блайндами стрелять поскольку это ну стандартная позиция многие про нее знают но все же тут особо больше негде стоять кемперю пока враги упарываются в мою п 44 пантеру итальянца ст-шку 8 уровня пытаюсь здесь наносить урон немного мне тут мешают коробки вот эти вот какие-то кубы и сена непонятные трупики но пытаюсь вливать какой-то урон пытаясь вливать урон не сильно быстро не сильно много но по чуть-чуть б б шик у меня много и голды там 16 штук есть 240 альфа у танка 290 точнее 219 пробить и б б шкой 914 скорость полета снаряда как для 7 уровня 219 пробить и б б шка вполне себе норму вот если бы еще попадать я даже защитника пытаюсь бы б шками пробивать да получается может быть не так стабильно но в целом вот видите что он пробивается в нлд хотел тут каток сбить он что-то уже довернул тут корпус и и все и пропал а есть у нас еще голда кумулятивы 275 пробить аккумулем скорость полета снаряда 1200 странно что кумулятив летит быстрее б б шки но такой вот баланс играя во зоде с лёхой он успешно упал в яму я с ним попрощался и поехал дальше бы тащить поскольку я пт-шка у меня там 0 миллиметров броня 820 хп мне там делать нечего мне надо как-то от расстояния работать от маскировки от обзора от хп союзников короче на первой линии мне делать нечего это танчик чисто пассивно постоять по кемперить союзников по поддерживать что хочется сказать из минусов танчика наверное один из самых неприятных минусов это то что орудия вот в этих вот казалось бы широких угла горизонтальной наводки она очень очень медленно поворачиваются влево вправо это печально это мешает играть активно вены вроде там какие-то есть вполне себе приятные нормальные альфа пробитие нормальное сведение быстро стабилизация ужасное но за счет быстрого сведения роль пт-шки которая пассивно кемперит вполне себе легко исполняется и так пока мы тут посидели в кустах враги упарываются душат тут союзников все-таки с вертухи хрен куда попадешь нужно время чтобы сводиться и когда враги неожиданно где-то вы выскакивают и быстро прячется за маленький промежуток времени если заранее не свелся не успеваешь никуда попасть поскольку стабилизация вообще ужас счет у нас плохой 712 у нас 2000 хп на команду и у врагов 3500 как это можно было выиграть как это затащить вообще непонятно сзади защитник е25 слева у нас супер халкет т-34-3 точнее т-34-85 бураск а у нас чё тут я на скорпиончике т-150 и а т-8 то есть против нас восьмерки остались против нас остались имбовые восьмерки семерки еще куча там шестерки у меня уже 300 хп остаюсь я и т-150 как это можно выиграть это же но нереально у меня 300 хп осталось у врагов 2700 все здесь повезло с вертухи и там как-то сикость-накость попал в е25 до этого от башни убил т-34-85 здесь на меня едет супер халкет пушка не опускается еще защитник едет у которого 447 хп нужно минусовать стволы я убиваю супер халкета прячусь за трупик заряжается там голда у нас защитника пробивать и здесь я пытаюсь пока у него пушка не опускается дать урон теперь развести на выстрел пытаюсь развести и пока он там думал голдой с пробитием 275 в щеку я его пробиваю он еще и корпус наклонил поэтому приведенки там было очень мало получилось затащить но 309 хп там еще 2 арты и т-25 дробь 2 т-25 дробь 2 он может не сильно бронированный но в маске броня какая то есть пушка у него более-менее приятная и танчик принципе такой не особо расхлебанный он именно четки такой там самое главное руки решают кто-то берет нам базу либо арта либо т-25 дробь 2 наконец-то приехал выкатываюсь из акустика смотрю он тут берет баску я думаю что он поедет сейчас между вагонами я ему в дырку дам но он поехал куда-то направо я ему сейчас попробую из-за вагона дать урончик стреляю на каточек ставлю 218 четко стреляем бы башечками в принципе в т-25 дробь 2 голдуя особо нет смысла стрелять чем мы там не пробьем казалось бы самая сложная часть боя прошла но любой фугас и бой закончится мы видим что стабилизации не хватает даже в таких простых ситуациях пытаюсь тут сводиться как можно больше но с такой стабилизации надо реально стоять и кемперить а вот такие вот активные действия вообще не очень думаю что надо его как-то обхитрить обмануть с одной и той же дырки выкатываться не очень он кстати может меня фугасом ланшотнуть а фугасом моё корыто пробивается легко вот здесь казалось бы идеальная ситуация но снаряд просто полетел вверх я опять засвечиваюсь еще и арта может в любой момент попасть и просто добить меня чел поехал вроде бы вперед на меня я думаю от башни выйду убью его выкатываюсь и здесь на реплее видно что пушка не успела повернуться но у меня на экране во время боя был рассинхрон вроде бы пушка показывала прицел что уже практически на него перевелась я нажал выстрел и она вообще в бок куда-то за прицел улетела но вот на реплее показывает что пушка вообще не успела повернуться у меня когда быстрее я выкатываюсь добиваю в принципе повезло что он стрелял голдой а не фугасом если бы он стрелял фугасом колобанова 25 бы не было было бы всего лишь 24 тут помансовал на месте туда-сюда артоводы промахнулись сейчас вы можете наблюдать как быстро у меня пушка поворачивается вообще никак это конечно печально два главных минуса этого танка это отсутствие стабилизации что очень часто мешает нам играть активно активно на этом танчике хотелось бы иногда покататься пострелять урончик но каждый раз надо полностью останавливаться сводиться это неприятно а иногда останавливаться просто нельзя иначе сольешься но такой вот танк и конечно же второй минус который дополняется к первому и они взаимосвязаны это очень очень медленно поворачивается орудие это просто жесть едет танчик в принципе так себе средненько там он в максималку 45 упирается и больше не едет максималка не сильно большая но в целом кататься по карте позиции менять можно брони вообще ноль от тарана кстати танк очень сильно страдает от любого врага так что на самом деле мелких скрытых таких минусов у танка предостаточно остается против нас две арты у меня тут самый прекрасный набор оборудования на этом танке досылатель сетка рога на самом деле не знаю чего на этот танк можно еще поставить турбину чтобы быстрее кататься или или даже больше не знаю что еще можно на него поставить поскольку все остальное в принципе стабилизацию до особо не улучшишь может быть улучшенные механизмы поворота помогли бы и турбина но тогда бы пострадал наш обзор которого нету танка и маскировка которая есть но которую можно еще лучше сделать и так 3827 урона 6 фрагов и остается один враг целый один это арта 7 уровня лора она берет базу здесь даже не нужно проводить расследование чтобы понять идеально я думаю всем очевидно и понятно просто едем забивать баску едем по центру по железке будем с холмика сейчас стрелять в нее и после того как мы засветимся прятаться за бугор и от расстояния потом от маскировки будем ее добивать первый выстрел будем делать на реакции на молодости на неожиданности а потом после того как собьем баску будем уже работать от маскировки расстояние и обманывать арту вот наша арта светится она нас не видит но у меня кумуль заряжен она стоит за палаткой сбиваем захват она нас засвечивает падаем ямку все мы плюс-минус безопасности сюда арта не закинет здесь очень такой вот неприятный для нее холмик и все и дальше мы едем работать от расстояния ничего она не сделает тем более она решила дальше стоять арта это вражеская базу брать не куда-то там уезжать объезжать обманывать прятаться мог бы просто уехать где-то на повороте стать от балды вдруг бы я подставился на повороте бы добил меня но нет я выезжаю опять в этот же куст где подсвечил т25 дроп 2 и жду когда арта подставится здесь выцеливаю дырки стреляю и не попал в броню это самая любимая надпись моя за последнее время в игре world of tanks подъезжаю ближе к дырке но арта отъехала думаю что она сейчас мне через вагон и стрельнет поэтому подъезжаю ближе чтобы под вагонами в дырку добить ее она кстати тоже могла бы это сделать здесь тоже рискованный такой момент но я решил что но должно повезти мне они ему потому что я ему да ну зачем она ему надо вообще-то арта вот пусть идет отдыхает все бой затащен вот такой вот 25 колобанов пишите ваше мнение в комментариях с вами был арчик играйте красиво удачного дня пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok